Я прочитаю достаточно непонятные места из послания к Галатам. Я хотел бы обратить ваше внимание на некое служение, которое было у апостола Шауля. В послании к Галатам, в первой главе, апостол Шауль обращает внимание слушающих его и рассказывает о некой своей истории обращения. И он говорит, первое послание, первая глава, послание к Галатам. Первая глава. С 11 стиха. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовестил, не есть человеческое. Ибо я принял и научился не от человека, но через откровение Ишуа, Мессии, выслышал о моем прежнем образе жизни в иудействии, ибо я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействии более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий, которые же Бог, избравший меня от утробы матери своей, и призвавший благостью своей, благоволил. Открыть во мне сына своего, чтобы я облаговествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Арабию и опять возвратился в Дамаск. Апостол Шиуль рассказывает удивительную историю его обращения. И он говорит о том, что он обратился не так, как обратились все люди, а обращение его было сверхъестественным образом. И Евангелие, которое он принял, не есть Евангелие, которое бы он слышал от человека. Он говорит, то Евангелие, которое я слышал, оно пришло от кого? Я напрямую, сверхъестественным образом принял его от Бога. И у меня нету нужды советоваться с человеком. Я правильно прочитал? И он говорит, и я вообще пошел в другое место. Да, действительно. Потом, спустя три года ходил я в Иерусалим видеться с Петром. И пробыл у него дней 15. Другого же из апостола я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, пишу вам, перед Богом не лгу. После всего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церкви Христовы, в Иудеи лично я не был известен. А только слышал я нечто, гнавшее их некогда ныне. Благовестую веру, которую прежде истреблял. И проставляли за меня Бога. Удивительный человек. Обращение его сверхъестественное в Евангелие, которое он принял, он принял непосредственно от Иешуа. И он понимал, что ему нет нужды советоваться с человеком. И он начинает свое служение. Служение достаточно серьезное и сильное. Он отходит в страны Килики. И в Иудее слышат о том, что он там служит. Он имеет какой-то плод своего служения. Он основывает церкви. И в Иудее слышат о том, что жизнь какого-то человека, она изменилась. И они прославляют за это Всевышнего. Зная о том, что тот человек, который гнал, на сегодняшний день благовествует Евангелие. И, судя по всему, они знают о тех плодах, которые имеют его служение. Картина понятна. Начинаем читать вторую главу. Потом, через 14 лет, я опять ходил в Иерусалим с Варнавы, взял с собой Тита. Ходил же по откровению. Предложил там, не особо знаменитейшим благовествование, проповедуя мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Упс. Человек обращается сверхъестественным образом, не имеет никакой нужды, служит 14 лет, имеет плод своего служения. И потом он спрашивает, слушайте, наверное, мне надо сходить в Иерусалим и спросить, не напрасно ли я этим занимаюсь? Не странно? Какие сомнения? У меня нету нужды. У меня нету нужды советоваться с человеком. Откровение, принятое мною сверхъестественно, было через явление Иешуа Мессии. Я имею плод служения на протяжении 14 лет. И вдруг я задаю себе вопрос, вообще, а стоит ли мне этим заниматься и не напрасно ли я потратил 14 лет? Вот так пишет. Я правильно считаю? Он говорит, послушайте, ходил я, почему? По откровению. Бог открывает своему служителю и говорит, послушай, сходи, пожалуйста, в Иерусалим и предоставь то Евангелие, которое ты проповедуешь, чтобы они его оценили. Это нужда была апостола Шеуля, или это было откровение? Хоу, Всевышний апостол Шеуль был, послушан этому откровению, и что сделал? Пошел. И дальше он пишет. И в знаменитых, шестой стих, чем-либо, какими бы ни были они, когда-либо для меня нет ничего особенного. Ничего не изменилось. Лично у него нет никакой нужды. Он говорит, у знаменитых вообще все нормально. Со знаменитыми все хорошо, нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И говорит, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Более чего? Или внимательно прочитаем 10 стих. Ну, как там с 10 сложилось? Только, чтобы мы помнили нищих, что и старались исполнять. Упс. Бог постучался к Павлу и говорит, послушай, Павел, а ну-ка сходи в Иерусалим и предложи Евангелие, которое ты проповедовал. И являясь в Иерусалим, он предлагает Евангелие, и они говорят, все отлично, Павел, только ты должен помнить. И Павел говорит, что я и старался в точности. И если мы посмотрим, когда был призван Павел, когда же спустя 14 лет он ходил, и посмотрим на датировки посланий, то оказывается, мы узнаем, что он таки в точности исполнял то поручение, которое ему дали в Иерусалимской церкви. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав стал, предвосвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при Кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему полагать пособия братьям, живущим в Иудее, чтобы и сделали послав собранные к пресвятерам через Варнаву и Салу. Это не апостол Шауль случайно был? Случайно да. Случайно да. Второе послание апостола Шаульу к Коринфянам. Восьмая глава. Если мы почитаем ее, то мы получим некое эстетическое наслаждение от того, что делал апостол Шауль. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией данным церквям македонским. Ибо они среди великого испытания скорбами преизобилуют радостью, и глубоко не считая их преизбыточествуют богатство и их радужие. Ибо они доброохотны по силам и сил я свидетель». Он говорит, слушайте, ребята, там все очень тяжело, но они молодцы, и они достаточно щедрые. Правильно? Я правильно считаю, Эмонин? Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, Иерусалимской церкви, неимущим. Они, в общем-то, находятся достаточно в бедственном положении, но они собрали пожертвования для неимущих церкви. Собрали? И не только то, чего мы надеялись, но и отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Поэтому мы бы прислали Тита, как он начал, так и кончил у вас это доброе дело. Он нам рассказывает некую историю о том, где очень тяжело, но там все нормально с даянием. Поэтому он отправляет к ним, собственно говоря, человека, который начал у них уже собирать даяние для неимущих. Ну, теперь он его вторично посылает, чтобы он и закончил его собирать. Правильно? Ну, по тексту я все правильно читаю? Все так понимают? Одинаково. Я же комментирую немного, да? А как вы изобилуете всем, ну, у вас, собственно говоря, все хорошо. У тех было как все? Плохо. Ну, у вас, собственно говоря, ребята, все хорошо. Верой, словом, познанием, всяким усердием, любовью к нам, то есть изобилуете и этой добротетью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других, у которых все плохо. Испытываю искренность и вашей любви. Как это ни странно, искренность любви, искренность чувств испытывается чем? Да я не ем. Вот здесь себя трудно обмануть. И он говорит, послушайте, я хотел бы вас испытать. Собственно говоря, мне это не очень надо, но я хотел бы просто, чтобы вы были в курсе дела на самом деле глубины искренности вашей отношения к нам. Поэтому вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали сие дело, но и желали того еще с прошлого года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет. Потому кто что... Я не имею. Спасибо большое. А, это ответ на вопрос. Я ничего не забыл? Спасибо. Пожалуйста. А не потому, что не имеет. Не требуется, чтобы другим было обращение, а вам тяжественно, чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток, кстати, у вас всего хорошо и всего много, в восполнении их недостатка, а после их избыток, в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерна. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, кто мало, тот не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившего вам в сердце Титова, такое усердие к вам. Ибо хотя я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пришел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквях похваляемого за благовествование. И при том, избранную церковь сопутствует нам для всего благотворения, которому мы служим во славу Господа и в соответствии вашему усердию. Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от какого-либо нарекания при таком обилии приношений. Да, кстати, чтобы вы были в курсе, вот там, где плохо, мы собрали очень много. Поэтому мы отправляем и к вам, этих, в общем-то, людей, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми. Мы послали с ним брата нашего, который усердно много раз испытывали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. То есть я, собственно говоря, вас сильно уверен, что у вас все хорошо, и вы продолжите это дело любви, труд этого служения. Что касается, да те, это мой товарищ, сотрудник у вас, а что-то братьев наших, то это посланники церкви, слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательства любви вашей, и того, что мы справедливо хвалились уже вами. Говорит, кстати, мы уже успели о вас сказать хорошо. У тех все плохо, но они дали много, у вас все хорошо, и мы сказали тоже о вас хорошо. Поэтому для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святых. Да, кстати, всю восьмую главу я только этим и занимался. Поэтому, в общем-то, это лишнее, конечно, было все это вам писать. Поэтому я продолжаю это писать в девятой. Всю восьмую он писал о чем? Говорит, да, кстати, но мне, вам вообще лишнее этим писать. Поэтому я продолжу. Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь с вами перед македонянами. Что я приготовлю еще с прошлого года? Да, я, кстати, ревность ваша поощрила многих. Ну, что вы были в курсе дела, что тем, которые были плохо, им было плохо, так вот я их поощрил вашей ревностью. А братьев на самом деле я послал для того, чтобы похвала моя о вас не была тщетна. Не, я ничего не путаю. Не, я был еврей. Да, он, кстати, был евреем, да я знаю. Братьев я послал для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетна в этом случае. Но чтобы вы, как я и говорил, в общем-то, уже о вас, были приготовлены. Значит, что вы, когда придут со мной македоняне, которые я приеду чуть-чуть попозже, найдут у вас, не найдут вас не готовыми. Не остались в стыде мы, говорю, не вы, похвалившись с такой уверенностью. Не подведите пацаны. Поэтому я, ну, слушай, излишне писать, конечно, вам, поэтому и при этом скажу, кто сеет скупо. Поэтому я почел за нужную просить братьев, чтобы они пришли наперед к вам и предварительно озаботились, чтобы возвеченное уже благословение ваше было готово. Как благословение, а не как побор. Все равно, он продолжает тем, которым излишне писать, собственно говоря, он объясняет некоторые подробности и говорит, при чем скажу, после всего этого я еще добавлю, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот седро и пожнет. Заметьте, для кого он собирал? Для неимущих. Не-и-му-щих. Дающий неимущему дает взаймы, и он воздаст. В данном случае апостол Шауль говорил о даянии кому и о воздаянии за это даяние. Имел право? И дальше он говорит, Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое удовольствие, были богаты на всякое доброе дело. Не для вас, родные, а для того, чтобы вы были богаты на доброе дело. Бог не дает, чтобы мы насыщались сами, видя других в нужде. Бог дает, чтобы мы были богаты на добрые дела. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеящему, и хлеб в пищу подаст обилие, посеянную вами, и умножит плоды правды вашей. Он даст вам, и вы посеете это куда? В дух. И пожнете плоды правды вашей, где? В жизни вечной. Ура! Так, чтобы вы всем богаты были, на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Потому что дело служения этого, раздаяния неимущим, не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Как это ни странно, даже неверующие люди будут благодарить Бога. Видя опыт служения этого, они видят, когда мы благотворим неимущим, людям, которые нуждаются, устраивая реабилитационные церкви, служа бедным, вдовам, сиротам, эти люди, которым мы служим, говорят, как это ни странно, слава Богу. Люди, которые проходят мимо и видят это, они говорят, слава Богу, что этим кто-то на сегодняшний день занимается. И апостол Шеуль говорит, потому что опыт служения всего производит обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт всего служения, они проставляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию. Это покорность, исповедуемую вами Евангелию. Если вы этим не занимаетесь, то вы не совсем покорны Евангелию. И за искреннее общение с ними и со всеми, моля за вас по расположению к вам, за преизбыточную всю вас благодать Божию, благодарение Богу за изреченный дар его. Этот человек собирал пожертвования для неимущих в Иерусалимской церкви, неимущих святых. У них было хорошее свидетельство. Это не были просто нищие на улице, это были неимущие братья в Иерусалимской церкви. Интересно, да? Евреям 6 глава, 10 стих. Евреям 6, 10. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше, и труд любви, которым вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Это труд любви, выражение любви, без которого апостолы считали, что Евангелие, проповедуемое Шаулем, не совсем полное. Потому что Шауль был выращен как кто? И были некоторые сложности с даянием неимущих. Но сам Иешуа, в Деянии 10 глава, 38 стих, Деяние 10, 38. «Так Бог Духом Святым и силой помазал Иешуа из Назарета, и он ходил и благотворил, и исцелял всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». «Итак, с тем человеком, которым есть Бог, он будет что делать? Благотворить и исцелять». Иешуа ходил по этой земле и благотворил нищим. У него был специальный ящик, за которым присматривал кто? И он из-за этого уделял нуждающимся. И это та часть Евангелия, которая должна присутствовать в нашей жизни. И когда мы говорим о том, что мы служим Ему, то мы имеем ответственность за служителей и неимущих. И без части служение неимущим нашей Евангелии не вполне полное. И мы не вполне Ему покорны. И если мы служим неимущим, это не отменяет нашей ответственности за ответственность содержания служителей. И служа служителям, служа своей церкви, своей общине, это не лишает нас ответственности или не освобождает нас ответственности за неимущих братьев и сестер. Точно так же, как в Синайском законе, эти ответственности не пересекались, и исполнение одной не освобождало от исполнения другой ответственности. Аминь. Теперь понятно, что те же самые принципы, которые были заложены в Синайском законе, они перешли в более превосходной, более лучшей степени в Новый Завет, в Бритхадыша. И то, что мы видим, мы видим о том, что наша ответственность за содержание неимущих, нашей семьи и служителей, она возросла, а не стала меньше. Насколько она возросла, судить каждому из вас, настолько, насколько вы любите своего Господа, настолько возросла и ваша ответственность. И прежде всего, когда вы смотрите на даяние, вы можете смотреть на дело вашей любви, на то, насколько вы любите. И вы будете простираться в даяние так далеко, насколько вы любите своего Господа. И прежде всего, это критерий для вас. Если критерий вашей оценки ниже, чем критерий оценки Синайского закона, значит вы медленно деградируете в сторону младенчества. Если вы хотите возрастать, то эта оценка будет выше, чем оценка Синайского закона. Это понятно? Прежде всего, ваше даяние – это барометр вашей духовной зрелости. Если вы считаете себя достаточно возросшим и зрелым человеком, посмотрите на свое даяние, и тогда вы узнаете правду о своей духовности. Это понятно? Я ответил на некоторые вопросы, связанные с даянием в Новом Завете. У кого-то еще есть вопросы относительно того, что перешло, что не перешло, где что потерялось. Если у вас нет вопросов, то, в общем-то, тогда они появятся у меня чуть позже.